Виноградный спирт Они удивились тому, что русские чужеземную диковину признали невозможной для употребления Иностранцы не оставляли попыток и вновь привезли водку в Москве почти через полвека ко двору юного Василия II Но вновь на Руси не оценили напиток, отметив, что водку можно использовать только при создании медицинских настоек, да и то в разбавленном виде До начала XVIII века алкоголь простому народу продавали только в кабаках, которых было по одному на город, и только в определенные дни В дни Рождества, в Дмитриевскую субботу и в Святую неделю За употребление в иные дни грозили телесными наказаниями и даже тюрьмой Пьянство в народе почиталось постыдным Моду на пьянку вместе с табаком и иноземным платьем привез из Европы царь-реформатор Петр I С Петра I пьянство стало неотъемлемой частью государственной политики Молодец! И дурак! Царь! В конце XIX века ученые взяли для примера 10 самых крупных стран Европы и США И сравнили количество выпитого алкоголя на душу населения Россия заняла предпоследнее место, пропустив далеко вперед Францию, Англию, Германию, США и другие страны Уровень потребления алкоголя рассчитывается следующим образом Весь проданный за год алкоголь суммируется, перечисляется на условный 100% спирт и делится на количество населения в стране Таким образом мы получаем количество спирта, выпитого в среднем на одного человека в год Всемирная организация здравоохранения разработала шкалу Употребление до 3 литров считается низким уровнем 4-5 литра – средний уровень потребления После 8 литров начинается генетическое вырождение нации В начале XX века наша страна выпивала 3 литра абсолютного алкоголя на душу населения в год 95% молодежи в возрасте до 18 лет 90% женщин и 47% мужчин в России вообще не употребляли алкоголь То есть они были абсолютными трезвенниками Постепенно уровень алкоголизации повышался К 1913 году потребление алкоголя было уже почти 5 литров В прессе и Государственной Думе бюджет открыто называли «пьяным» А власть обвиняли в целенаправленном спаивании народа Финансовые потери от преступлений, травматизма и прогулов, связанных с пьянством, были значительными Но главное, пьянство начинало угрожать здоровью нации Еще в 1911 году крупный промышленник барон Гинсбург открыто заявлял «От поставок водки для казенных винных лавок, от промышленного винокурения я получаю больше золота, чем от всех моих золотых приисков» Поэтому казенную продажу питьей надо любой ценой сохранить и оправдать в глазах пресловутого общественного мнения Винные дельцы даже попытались подвести под потребление алкоголя научную базу Выделив значительные средства на исследования, которые должны были доказать, что употребление в день чайного стакана 250 граммов водки безвредно для человека Но попытка привлечь к подобным в кавычках исследованиям серьезных ученых провалилась Когда такая просьба поступила академику Ивану Павлову, он ответил открытым письмом Институт, ставящий себе непременной целью открыть безвредное употребление алкоголя, по справедливости не имеет права именоваться или считаться научным А потому кажется, что все те, кому дороги государственные средства, здоровье населения и достоинство русской науки имеют обязанность поднять свой голос против учреждения института такого названия В результате сопротивления в 1914 году трезвость победила Местные органы власти получили право запрещать производство и продажу алкоголя Уровень потребления алкоголя сразу упал до нуля 0,2 литра Результат для страны оказался просто ошеломляющим Несмотря на значительный призыв в армию, увеличилась производительность труда в промышленности Снизилось количество прогулов Резко уменьшился травматизм на производстве А число преступлений, совершаемых в пьяном виде, практически сошло на нет Страна оставалась трезвой до 26 августа 1923 года Когда ограничения на производство и продажу спиртных напитков были окончательно сняты тогдашним советским руководством Несмотря на снятые ограничения, через два года, в 1925 году, уровень потребления был всего около 1 литра на душу населения За 10 лет выросло новое трезвое поколение, которое не видело смысла в употреблении алкоголя К предвоенному 40-му году уровень потребления поднялся до 2 литров Во время Великой Отечественной войны потребление алкоголя вновь стало менее 1 литра Трезвое десятилетие сухого закона в России сделало великое дело для последующих поколений В годы войны советские солдаты могли переносить невероятные трудности и решения И оказывались здоровее и выносливее своих противников Войну выиграло здоровое поколение, рожденное в трезвой России В 50-е годы Россия по-прежнему оставалась одной из самых трезвых стран Европы Один советский человек в расчете на чистый спирт пил меньше, чем один англичанин в 3 раза Меньше, чем один американец в 7 раз И меньше, чем один француз в 10 раз Так откуда же взялось современное пьянство? В середине 50-х годов государство стало планировать поступление в бюджет так называемых пьяных денег Под этот пьяный бюджет строились новые пивные и виноводочные заводы И по плану производства алкогольной продукции стало быстро нарастать Планово алкоголь стал проникать и на экраны советских фильмов В результате к 1965 году потребление алкоголя стало уже около 5 литров К 1980 году этот показатель достиг 11 литров чистого спирта на душу населения То есть примерно 55 бутылок водки в год на каждого советского человека, включая младенцев В начале 80-х годов сумма от продажи алкоголя в бюджет достигала 56 миллиардов рублей в год За этими доходами не заметили, как выросла пьяная преступность Увеличилась смертность и заболеваемость Снижение производительности труда Пьяные прогулы и пьяный травматизм Содержание в тюрьмах людей, совершивших преступления, в состоянии алкогольного опьянения Затраты на лечение алкоголиков Пьяные пожары Содержание детей-сирот, отнятых у родителей алкоголиков По подсчетам экономистов, косвенные и прямые потери от последствий алкоголизации Превысили доходы как минимум в три раза Бюджет получал 1 рубль, а терял 3 В 1960 году на учете у наркологов состояло полмиллиона алкоголиков В 1980 году на учете состояло уже 5,5 миллионов Алкоголиков стало больше в 11 раз В 1980 году выяснилось, что 3,5% всех детей имеют тяжелые отклонения в умственном и физическом развитии 13% имеют средние отклонения, умственно отсталые То есть каждый шестой ребенок был ненормальный Точные данные засекречены и являются государственной тайной Посмотрим, сколько же школ для умственно отсталых детей было в разных областях СССР Омская область в 1960 году было 2 школы для умственно отсталых детей В 1980 году уже 19 школ Донецкая область в 1960 году было 4 школы В 1980 уже 38 Латвия В 1960 году было 12 школ В 1980 стало 56 В Хакасской республике была одна школа Стало 9 Как это не прискорбно, мы стали превращаться в нацию умственно отсталых Алкоголь, выпитый мужчиной в течение трех месяцев до зачатия Пагубно сказывается на физическом и особенно психическом здоровье его потомства Но если мужчина прекратил употреблять алкоголь То по прошествии трех месяцев происходит полное обновление сперматозоидов В яичниках каждой женщины находится запас Который поистине можно назвать золотым запасом человечества Множество яйцеклеток В отличие от мужских, женские половые клетки формируются внутриутробно Еще до рождения самой женщины Яйцеклетки являются самыми долгоживущими клетками организма Оболочка яичников надежно защищает эти клетки От воздействия практически любых вредных факторов Кроме этилового спирта Этиловый спирт, будучи отличным растворителем Проникает внутрь яичника и поражает часть клеток Из которых могут быть зачаты дети И с каждым бокалом алкоголя процент пораженных клеток возрастает И может получиться так, что через несколько лет Оплодотворится именно та клетка Которая была отравлена тем самым бокалом шампанского на Новый год Этот бокал может дать начало больному ребенку С серьезными умственными или физическими отклонениями По данным Минздрав соцразвития Ежегодно в России рождается порядка 100 тысяч детей с аномалиями развития Порядка 14-20% из них погибают в первую неделю жизни Около 25% малышей из 100 тысяч рождаются с пороками сердца 30-50% из них показаны кардиохирургические операции в первые часы жизни Примерно 200 тысяч беременностей заканчиваются выкидышами Вероятность рождения больного ребенка Прямо пропорционально тому, сколько женщина выпила с первой рюмки и до момента зачатия Известно это стало уже давно На Руси употребление алкоголя женщиной было под строжайшим запретом В книге «Домострой», которая в средние века являлась руководством на все случаи жизни, было написано У жены решительно никоим образом хмельного питья бы не было Ни вина, ни меда, ни пива А пила бы жена бесхмельную брагу и квас И дома, и на людях Если придут, откуда женщины справятся о здоровье Им тоже хмельного питья не давать 17 мая 1985 года во всех центральных изданиях страны По телевидению и радио было объявлено постановление ЦК о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма В народе эти меры назвали сухим законом Спустя год к 1986 году потребление алкоголя опустилось до 4 литров Что моментально отразилось на демографических показателях Несмотря на возросшее потребление суррогатов Смертность от алкогольных отравлений понизилась на 56% Смертность от несчастных случаев и насилия на 36% Количество самоубийств снизилось на 41% Антиалкогольные постановления смогли предотвратить более полумиллиона смертей На этот период пришелся небывалый всплеск рождаемости С 1985 по 1988 год в стране появилось на свет на полтора миллиона детей больше, чем в предыдущие годы Это абсолютный рекорд за 30-ти летний период Западные аналитики заинтересовались новыми шагами советского руководства Американские экономисты кладут на стол Рональду Рейгану донесения, в которых говорится, что экономика СССР подорвана постоянной гонкой вооружений И очень сильно зависит от цены на нефть Военные аналитики докладывают, что СССР застрял в Афганистане США убеждают Саудовскую Аравию в обмен на поставки современного оружия увеличить добычу нефти и тем самым снизить ее цену За пять месяцев, к весне 1986 года, цена черного золота падает с 30 до 12 долларов за баррель СССР, планировавший свой бюджет исходя из высоких цен на нефть, столкнулся с серьезными проблемами В стране начинается товарный дефицит Члены правительства по экономическому развитию рапортует о том, что золотой запас тает Социологи докладывают о возрастающем недовольстве населения Горбачеву поступает предложение, которое якобы сможет успокоить недовольное пустыми полками населения и частично пополнить бюджет В 1988 году члены правительства решили вновь начать восполнять бюджет за счет спаивания своего же народа От народного гнева алкоголизация не спасла В пьяном угаре развалили Советский Союз С приходом к власти Ельцина из-под носа у пьяного народа с помощью мошеннических, приватизационных схем забрали основные государственные активы Алкогольные госпредприятия также перешли в частные руки Алкоголь с новой силой захлестнул магазины, ларьки и центральное телевидение Алкогольная реклама, фильмы и сериалы, наполненные сценами употребления алкоголя Все это вбивалось в сознание наших граждан как традиция и норма жизни В 1996 году уровень потребления достиг 16 литров Страна наводнилась миллионами беспризорников Детьми, сбежавшими от родителей алкоголиков Еще большее количество детей стали попросту безнадзорными Спивающимся родителям было не до воспитания собственных детей В середине 90-х годов количество детей-токсикоманов увеличилось в 3 раза, а детей-наркоманов в 17 раз Средняя продолжительность жизни у мужчин упала до 57 лет В 90% случаев умерший в возрасте до 50 лет мужчина умирал от алкоголя По статистике в конце 90-х уже для 7 миллионов женщин не было мужчин Эти женщины были обречены на несемейную жизнь И как следствие падение рождаемости С начала 90-х мы начали вымирать Смертность превысила рождаемость Уже в 92-м умерла на 300 тысяч больше, чем родилась В 93-м на 700 тысяч И дальше по миллиону в год Этот процесс продолжается Нас становится все меньше По телевизору продолжают рассказывать сказки про сомнительные угрозы Вроде птичьего гриппа или атипичной пневмонии Про реальную угрозу, от которой ежедневно На протяжении трех десятилетий умирают тысячи людей Телевидение предпочитает молчать В 2009 году на Первом канале был развернут антиалкогольный проект «Общее дело» После показа двух антиалкогольных фильмов «Детский алкоголизм» и «Давайте выпьем» Проект, имевший высокий рейтинг и собравший множество писем от благодарных телезрителей По непонятным причинам, без всяких объяснений, был закрыт В рамках проекта было снято несколько новых фильмов, но на телевизионный экран они так и не попали Вместо этого нам с экранов продолжают рассказывать сказки о том, что употребление алкоголя это наша национальная традиция Как получилась такая ситуация, что в первый класс дети приходят абсолютными трезвенниками, а к выпускному становятся уже пьющими В 50-е годы 20 века советским гражданам начали рассказывать про одну якобы научную теорию Теорию культурного питья Сторонники этой теории утверждали, что она призвана научить население выпивать и при этом не спиваться После внедрения этой теории в массовое сознание граждан, количество алкоголиков всего за 20 лет выросло в 11 раз Теория культурного питья на практике занимается только тем, что приучает к употреблению алкоголя тех, кто еще не пьет В первую очередь детей Нас с детства лишили свободного выбора, подсунув нам так называемый псевдовыбор Дети, вы осенью идете в школу и возьмете из детского сада с собой цветок, который вы сегодня сами поставите Псевдовыбор – это известная психологам техника, которую можно применять и в воспитании детей Например, вам нужно, чтобы ваш сын или дочь помогли вам убраться в квартире Вы не ставите перед ними выбор убирать или отказаться А ставите псевдовыбор вытирать пыль или пылесосить Выносить мусор или мыть пол Варианта отказаться от уборки вы им не предлагаете То же самое и с алкоголем Система воспитания построена следующим образом Нас с детства убеждали, что употреблять алкоголь можно только взрослым И в глазах ребенка употребление алкоголя всегда выглядело как некая привилегия, доступная только взрослым А когда ребенок вырастает, ему предлагается два варианта Либо быть пьяницей и алкоголиком, либо культурно умеренно пьющим Третьего варианта нет, выбор уже сделали за нас и он предопределен Все выбирают второй вариант Все хотят стать культурно умеренно пьющими На самом же деле третий вариант существует, но об этом нам никто не рассказывает Это нормальная, естественная трезвость Так как же действует алкоголь на человека Нет во всем организме ни одного органа, ни одной ткани, ни одной составной части, которая не испытывала бы на себе пагубного влияния алкоголя Русский физиолог, академик Николай Евгеньевич Введенский В первую очередь алкоголь влияет на головной мозг Кстати, многие ради того самого состояния опьянения его и употребляют Когда алкоголь попадает в кровь, он обезжиривает поверхность эритроцитов Красных кровяных клеток И они текут не поштучно, а в виде грозди слипшихся эритроцитов Как только гроздь эритроцитов достигает отдельных сосудов головного мозга, сосуд закупоривается и кровь не может пройти Клетки головного мозга, которые испытывают кислородное голодание, физиологически отмирают Когда начинается гибель отдельных микроучастков головного мозга, человек и испытывает то самое состояние опьянения Уничтожение клеток мозга неизбежно, даже при небольшом опьянении Доказано, что даже малые доли алкоголя ослабляют умственные способности Выдающийся русский медик, невропатолог, физиолог, основатель Санкт-Петербургского психоневрологического института Владимир Михайлович Бехтерев Мифы теории культурного питья созданы для того, чтобы заставить нас добровольно тратить собственные деньги на разрушение собственного здоровья На разрушение здоровья будущих детей Мы убиваем собственный мозг и продолжаем добровольно относить свои деньги тем, кто будет тратить их на новую пропаганду На создание и поддержание новых мифов За 40 лет алкоголизации наша страна из мирового лидера превратилась в страну третьего мира А те самые страны третьего мира, которые практически не употребляли алкоголь, вырываются в мировые лидеры в экономике и демографии Именно потомки трезвых народов будут населять нашу планету в будущем Именно они будут пользоваться благами природы и цивилизации Запад и Россия действительно сделали очень много для развития всего человечества Но в настоящий момент перед нами стоит вопрос Будет ли наша и европейская цивилизации существовать в дальнейшем? Все зависит от того, какой будет ответ на вопрос Пить или жить? Этот вопрос каждый должен задать себе лично Важно понимать, что каждый из нас способен нанести серьезный удар по отлаженной системе спаивания Выбором личной трезвости мы прекращаем приток денег в этот алкогольный конвейер Каждый из нас может личным примером показать, что такое здоровая, трезвая жизнь Молодежь, не имея большого стажа употребления алкоголя Довольно легко переходит в нормальную, трезвую жизнь По данным недавно проведенного опроса Количество трезвенников в 2011 году увеличилось сразу на 4% Это абсолютный рекорд новой России за прошедшие 20 лет И это ее последний шанс Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok